Вот для начала, что мы подразумеваем, когда говорим тарифная политика? Это что такое? Это чуть ли не половина экономики? Мы кого обманываем? Президента? Для этого есть механизмы? Вы сами понимаете, что это, не повысить это слово, от лукавого. Трехсот раз? Трехсот раз. Вы не оговорились? Не оговорились. Трехсот раз. Я вам переведу это в деньги. Сокращение на порядка 35 миллиардов. Которые либо могут остаться у населения и у бизнеса, либо могут быть использованы для социального развития. Ситуация понятна. Считаете ли вы возможным эту ситуацию изменить? И как? Я вам скажу так. Вот рука, вот ручка. Я могу это сделать в течение трех месяцев лично. Здравствуйте, друзья. Вы смотрите программу Роста. С вами в студии Василий Богданов. Сегодня у нас в гостях Алексей Малоземов, директор Центра мониторинга и контроля за ценообразованием, эксперт уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титова. Алексей, приветствую. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, что в нашей стране существует такое понятие, как тарифная политика, тарифы. Тарифы естественных монополий, тарифы еще какие-то. И они каким-то образом влияют на общий деловой климат, на экономику, помогая экономике развиваться, либо удушая ее. И способствуя перетеканию денег в какие-то узкие карманы. Вот для начала, что мы подразумеваем, когда говорим тарифная политика? Это что такое? Тарифная политика – это такое системное словосочетание, которое на самом деле характеризует все тарифообразование в отношении инфраструктуры в Российской Федерации. Есть определенные сферы деятельности, но мы говорим шире. Это инфраструктурные монополии, это основа тарифообразования в Российской Федерации. Притом это все регулируется государством. Эти тарифы, как мы сейчас сказали, порядка 8 трлн рублей в своей совокупности. Если мы знаем, что у нас расходная часть бюджета порядка 16 трлн рублей, это половина бюджета Российской Федерации. И если ими эффективно управлять, понимаете, как они будут влиять на экономику России. Поэтому в совокупности своем тарифная политика – это тарифы на энергоснабжение, на теплоснабжение, на водоотведение, на водоснабжение, на железнодорожные перевозки, на услуги портов морских, речных и аэропортов. То есть это совокупность вся инфраструктуры Российской Федерации. То есть это то, что в принципе, давайте сейчас в этот момент мы разделим немножечко. Конечно, мы как граждане, как обыкновенные жители сталкиваемся с этими тарифами каждый месяц, оплачивая платежки. Услуги ЖКХ практически. Да, за услуги ЖКХ. И уже возникает вопрос, например, у людей, кто имеет недвижимость или родственников в разных регионах, а почему это, если это единая услуга, если это единый принцип ценообразования, а цены оказываются разные. Но, тем не менее, это все-таки занимает какую-то долю в семейном бюджете, которая пока еще, может быть, не сильно критична. А вот когда мы говорим про экономику, про бизнес, который создает новые товары и услуги, вот там зачастую все вот эти вот тарифы, они что? Они входят в стоимость готовой продукции, в стоимость услуг. Да, в себестоимость. И здесь вот те самые два вопроса. Первое. Могут ли они быть другими? Меньше, больше, там, не знаю. И к чему это приводится? Как принимаются решения о том, что тариф должен быть такой или иной? Не получается ли так, что за счет, ну, как бы так, не сильно эффективных с точки зрения экономики в целом решений, отдельно взятая структура получает сверхдоходы, а там бизнесы не развиваются и так далее? Вот как вы охарактеризуете ситуацию с прозрачностью, целесообразностью, расчетами этих тарифов? Ну, давайте, да, это на самом деле очень такой мощный системный вопрос. И тут надо, наверное, начать с того, что тарифообразование, оно все построено на расходной модели. То есть считается себестоимость плюс новая прибыль и перец. Да, считается себестоимость, считается необходимая прибыль, которая должна быть у организации. И после этого останется тот тариф, который есть. То есть это какой-то удельный затрат. Основа модели ценообразования – это все-таки затратная модель, которая потом в рамках, например, электроэнергетики преобразовывается в некие механизмы рыночного ценообразования. Ну, не как бы рыночного. Как система РАП, да, там, называется Regulatory Asset Base, то есть система ценообразования рентабельности на капитал. Но все равно в ее основе сидит расчет и ежегодная корректировка, опять же, тех же подконтрольных и неподконтрольных расходов. То есть той же самой себестоимости. И бесспорно, мы видим на протяжении последних 10-15 лет ежегодный рост тарифов более, чем инфляция. То есть это говорит о том, что сейчас в тарифообразовании заложена некая модель себестоимости, которая может фактически уже не отвечать реальной ситуации в экономике. Слушайте, а вот я сейчас начинаю понимать, ведь проблема же не только в том, что тарифы высоки и ложатся на себестоимость других уже предприятий, других производств, других товаров и услуг. А ведь когда вы сказали, что 8 триллионов, вот этот вот объем, это чуть ли не половина экономики, это ведь означает что? Что половина экономики не является активным субъектом потребления, инноваций, развития и прочее. Это более 10% ВВП. И вот я вам пример сейчас приведу, что вы сказали. Пример, вот у меня были определенные обращения, вот в частности производство кирпича. Вот в производстве кирпича, это строительный бизнес, фактически 40% это расходы как раз инфраструктурных монополий. Это тепло, вода, газ, более 40%. То есть мы представляем ситуацию. То есть в кирпиче. Соответственно, так же это все ложится непосредственно в стройку, в строительство, в стоимость жилья. Ситуация понятна. Считаете ли вы возможным эту ситуацию изменить и как? Да, бесспорно. Более того, не то, что считаю возможным, а даже действующая методология ценообразования и действующие механизмы в основах ценообразования и вообще в тарифной политике позволяют исправить ситуацию и, как бы сказать, убрать эту серьезную дифференциацию. Я вот вам пример приведу с ценообразованием в тарифах. Например, в части водоснабжения тарифы разнятся более 300 раз в Российской Федерации. От региона к региону? От региона к региону, да. 300 раз? Вы не оговорились? Не оговорились. 300 раз. 28 раз разница это для населения и 300, по-моему, 6 или 308 раз это разница для прочих потребителей. Вот малый и средний бизнес. Ничего себе. Это еще не самая большая разница. У нас в тех присоединении, в частности, в том уже тепло, разница до 6 тысяч раз. Тех присоединение это плата за то, чтобы, например, новое предприятие подключить к воде, к источнику воды. Вот я вам пример приведу по тех присоединению. Рост ставок доходит только за чернилой бумаги, то есть за ПИР-документацию, за проектно-сметную документацию доходит рост 7 тысяч процентов. В Российской Федерации на сегодняшний день в прогнозе социально-экономической развития на 2017 год был заложен средний рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии 3 процента. Так вот я вам докладываю. До 40 процентов рост в 2017 году. Какая инфляция минус? То есть мы видим ровно иные подходы в рамках ценнообразования, а самое главное, методика это одна и та же. Во всех сферах методология одинакова. Давайте так, вот смотрите, я вернусь к своему вопросу, но разделю его на несколько частей. Первая часть. Считаете ли вы, что экономика тех предприятий, которые оказывают эти услуги, вот этих инфраструктурных предприятий, позволяет не повышать так сильно, то есть это или вообще не повышать, или даже снижать. То есть изначально они устроены таким образом, что могут быть эти тарифы снижены, это первая часть вопроса. И вторая, все-таки вернусь к вопросу, и делать-то что? Я объясню просто, я не успел еще. Но однозначно они могут быть снижены, методолога везде одинаковая. Первый вопрос, это нормировать затраты. Притом нормировать затраты именно для цели ценнообразования. Но не может быть. Но это не меняя кардинально саму систему. Не меняя никакую систему. Тут просто единственное, должна быть единая информационная система, единая система баз данных в части формирования тех тарифов, которые ставятся по регионам. Но не может быть. В Ярославле, предположим, и в Брянске кабель, который стоит одинаково в торговых домах, грубо говоря, 70 тысяч рублей, в одном регионе заложен в рамках расходной модели 70 тысяч рублей, а в другом регионе он заложен 140 тысяч рублей. Понимаете, к чему это приводит? Это просто приводит... И так же стоимость прокладки, камерки, каналов, и прочее. У нас не может быть в 300 раз разница между регионами. На зарплатах между регионами разница в проценты. Мизер. А тарифы разнятся в 300 раз. Но сами понимаете, что это, не повысит это слово, от лукавого. Да. Сегодня уже очень мало кто на всех уровнях власти ворует банально, ну, как сказать, деньгами в карман. Значит, гораздо лучше построить ненужную дорогу, там, ненужный завод, не нужно сто раз переложить плитку, так сказать, на дороге, да. Просто контракты получают компании, принадлежащие друзьям, родственникам, так сказать, нет воровства как такового. Никто не крадет деньги, там, живые из банка, да. Но есть очень много ненужных, неэффективных расходов, которые наносят колоссальный ущерб экономике. Бесспорно, да. То есть мы за... Чем больше мы затрат получим, тем нам больше возможности будет заказать аффилированные услуги. Мы получаем услугу ту или иную, которая стоит на самом деле, ну, грубо говоря, 100%, но мы за нее платим 140%. Вот эти 40%, это теневая экономика, те самые называемые откаты. Если мы нормируем затраты, поставим показатели эффективности, то, извините меня, откатывать можно будет только с прибыли того предприятия, которое получит, но никак не с увеличением себестоимости. То есть, во-первых, это убьет теневую экономику без всякого правоохранительного подхода в этой ситуации. Потому что просто этих денег не будет в тарифе. Не будет, не будет такой возможности. Я получил 10 миллиардов рублей, у меня из них, грубо говоря, 3 миллиарда рублей, я могу пилить. Нет, я получу 7 миллиардов рублей и смогу пилить только 100 рентабельности от своих аффилированных структур, ничуть не более. То есть, еще ситуация будет совсем другая. Понятно, что мы откаты не убьем в один день, это нереально, но мы стимулируем на эффективность. То есть, вы смотрите, уже не первый раз. Мы стимулируем и аффилированные структуры на эффективность, это очень важная тема. То есть, мы говорим о том, что не будет других затрат. И менеджмент будет учитываться по работе. Если показатель ФИНС, который сказал «Х-фактор», у меня, кстати, в программе, все в книге металлогии просчитаны прямо, это ВПРМ показатели. Если они не выполняются, я не получаю индексацию. И завтра собственник, в том числе государство, придет к руководителю РЖД и скажет, ну, подожди, стойте, вот у вас были программы инвестиционные, вот у вас было все установлено, вот ваши показатели. Вы их не выполняете, вместо того, чтобы у вас тариф рост на 3%, у вас тариф на месте стоит, вообще на месте стоит. У вас денег не хватает на реализацию этих мероприятий. Да, мне такой менеджер не нужен. Я на месте государства принял решение, послал другого менеджера, чтобы выполнял те показатели, которые есть. Потому что по-любому, любая инновация, модернизация, все равно будет требовать средств. Но не как сейчас. Я прошу инвестиции за счет потребителя. Вот действуя в рамках стратегии роста, в рамках там партии, деятельности Бориса Титова, вот если вы получаете возможность, ну, не знаю, как я задаю многим нашим гостям такой вопрос, карт-бланш на реформу в экономике, и вот вам говорят, Алексей, все, возглавляешь центр по изменению, значит, не знаю, тарифной политики, что в первую очередь вы бы сделали? И самое главное, как вы оцениваете, а вы наверняка просчитывали эффект? Вот вы упомянули, 8 триллионов у нас уходит в систему этих монополий. Как вы считаете, вот комплексное применение вот этих мер, про которые вы говорили, к какому эффекту может привести прямому и косвенному? Ну, прямое это снижение тарифов или их нерост, скажем так, а косвенное это вот в освобождении ресурсов для экономики, появление новых бизнесов и прочее, прочее. Делали ли вы такие оценки? Да, делали. Ну, если я позволю, тогда буду немножко нескромно говорить, но буду говорить по сути, раз у меня вопрос задали этот. Первое, что необходимо сделать, это контроль. Это исправить ситуацию, исключить экономически необоснованные расходы и такую резкую дифференциацию внутри региона. Это пока не внедряя новую модель ценнообразования. Это можно сделать быстро относительно. Я вам скажу так, вот рука, вот ручка, я могу это сделать в течение трех месяцев лично. Вот с моим опытом контрольной деятельности, я не буду там, опять же, что-либо говорить. Мы ее внедрили, этот контроль. Впервые в Российской Федерации его не было вообще. Сейчас его почему-то уничтожили. Вот поверьте мне, с учетом проведенной сегодня работы нами, в течение 2016-2017 года, это можно в течение трех месяцев уже исправить. Второй вопрос, что бы я сделал в первую очередь, это все-таки выполнил те законы, которые, по-моему, 172 законы Российской Федерации, в части стратегического развития регионов. Я бы синхронизировал планы развития регионов и естественных монополий, чтобы дорогу на Луну не строили. То есть выполнил закон, который уже действует. И убрал бы. Для этого есть механизмы? Полностью механизмы есть, и никаких проблем. Нужны просто инициационные программы полностью проработать с регионами в части необходимости тех или иных строек. Если это невыгодно, и сейчас там не будут строиться такие объекты, учитывая вообще развитие, не надо строить на 30 лет вперед того, что не надо строить. У нас технологии меняются. Завтра не нужно будет столько электроэнергии. То есть надо строить то, что завтра не будет вообще воспользовано. Следующий вопрос. Я бы однозначно создал в рамках единой системы, тем более уже есть задатки этой системы, это ЕАС, ФАС России. В ней бы сделал единую базу и сразу бы отнормировал затраты ценнообразования. Так вот, в рамках нормирования затрат мы произвели расчет по конкретному региону, прям по конкретным компаниям действующим. У меня данные те все были, учитывая, что был контрольный орган, но у меня сохранились все данные. Расчет в части нормирования затрат. Так вот, нормирование затрат в одном из регионов, полностью расчеты по всем компаниям, привело к сокращению тарифа на передачу электрической энергии на 44,7%, на 45%. Это снижение конечного тарифа на 30%, на 27%, точнее, если бы я скажу. Открою еще одну тайну. Недавно был на заседании круглого стола в Госдуме, и там выступал новый руководитель Россетей. У него спросили, а какая возможность сейчас уже снизить себестоимость? И он отвечает, честно, прямо смотря в лицо. 20%. Не подумал, опыта еще нет у него аппаратной борьбы. 20%. Вот я вам 20% уже нашел, ничего не делая. 40% по некоторым регионам, 45%. Это расчеты конкретно. Кстати, они в томе номер один нашей программы стратегии роста в рамках ценообразования. Расчеты прям удовольны. Можете перевести в деньги, во что это вернется населению и предпринимателям? Я вам переведу это в деньги. Значит, котел этого региона составляет 7,7 миллиардов рублей. Сокращение на порядка 35 миллиардов. Которые либо могут остаться у населения и у бизнеса, либо могут быть использованы для социального развития. Конечно. 37 миллиардов рублей. Я вам еще пример приведу. Сейчас антимонопольная служба приняла новое решение о поведении новой модели ценообразования на сбыты. Это те организации, которые продают электрическую энергию. Мы понимаем, что такое продажа электрической энергии. Это нужен стол, компьютер и база. Ну и счетчик употребителя, который снимается. Счетчик употребителя. Это употребитель покупает счетчик. Да, да, да. Так вот, руководитель антимонопольной службы анонсировал президенту Российской Федерации о том, что внедрение новой методологии повлечет за собой в среднем по Российской Федерации снижение 12 миллиардов рублей. Исключение бытовой деятельности. Докладываю вам. Внедрение новой методологии по столичному региону только вам скажу. Значит, в город Москва с 10 миллиардов до 15 миллиардов. Московская область с 6 до 10 миллиардов рублей. Два региона 9 миллиардов рублей плюса. Какая экономия? А-а-а. Внедрение новой методологии. 9 миллиардов плюса. На что это деньги? Это не инфраструктура. А мы кого обманываем? На чиновников? Мы кого обманываем? Президента? Вот это вопрос. Я уже не говорю про другие регионы. Почти везде рос бытовой надбавок. А поверьте мне, я проводил очень много проверок с бытовых надбавок в регионах. Почти везде были исключения и дополнительные экономически необоснованные доходы. Но вы же понимаете, насколько сильно лобби, которое против того, о чем вы говорите. Это люди, которые давно сидят на своих местах, которые обрасли связи. Это колоссальные деньги. А насколько реально? Чья политическая воля? Президент или кого? Или ему все равно? Давайте смотреть на вещи трезво. Я сейчас смотрю на действия президента и понимая, какая ситуация у нас в Российской Федерации, это уже не может пройти мимо. И это понимает президент. Он дал конкретное поручение, прямо скажу, попробую тезисно, вписаться в действующие энерготарифы. Это он сказал после совещания в Россетях. То есть президент понимает, что дополнительный рост просто удушит экономику. Просто удушит ту экономику, которая сейчас не растет, он просто ее душит. Более того, мы совместно с РАН Академией российских наук, был пройден расчет, так вот замораживание тарифов позволит результаты действующей инвест-программы в электроэнергетике замораживать на три года. Ничего не рушит им, только замораживание, я же не говорю все остальное на три года. И более того, это дает эффект сразу же до 0,1% роста ВВП. Ну это довольно прилично. Только замораживание, а мы сейчас говорим еще о снижении. И плюс мы говорим о стимулировании и росту развития. Так росту развития за счет эффективности, это мы сразу даем стимул же еще и предпринимателям, и стимулируем же более эффективную работу. То есть многократная эффективность. Многократная эффективность. И стимулируем менеджмент работать, наконец-таки. Не работаешь, освободи площадку. По-другому быть не может. Другая эра началась. Нет денег в стране. Не надо ждать, кто-то принесет деньги. Мы где видели, мы внедряли новый метод регуляторики, который сказал РАП в электроэнергетике. Куда пришли инвестиции? Да нет никаких инвестиций. В лучшем случае это деньги банков Российской Федерации. Сбербанк, это опять же наши все деньги. Которые неэффективно в процентах закладываются. Идет стройка, непонятно для чего. В итоге мы за 10 лет увидели тот же самый износ сетей. И 51%, который был 10 лет тому назад. Смотрите, я еще добавлю здесь вот еще что. Когда мы говорим про инфраструктурные монополии, это не значит, что участники монополии не могут быть конкурирующими организациями. Ведь в рамках государственно-частного партнерства, концессий, чего угодно. То есть можно устраивать конкурсы между предпринимателями на обслуживание водопроводных сетей, котельных. Вот тут как раз и можно, управляя тарифами, заставить конкурировать настоящий бизнес. И давая работу настоящему предпринимателям. Я вам даже больше скажу. Когда мы говорим о конкуренции в ценообразовании, в инфраструктуре, там даже проще все. Почему до сих пор это понять не могут быть удивительно. Они будут конкурировать те же сети между собой, но за счет стоимости одной условной единицы. Если у меня стоимость одной единицы стоит, например, рублей, она должна быть и в другой стоить. Если она стоит больше, тебе эти денег не выделят. Если ты неэффективный, соответственно, собственник. А когда мы говорим про единицу, чтобы не было путаться киловатт или кубометр. Условная единица. Нет, условная единица это стоимость оборудования. Вот если я его эффективно использую, то я буду на нее тратить 100 рублей. Неэффективно 140 рублей. Так вот, мне будет дать только 100 рублей, потому что будет эталон установлен. Не эталон ради эталона каждой организации. Свой собственный, да. У нас так все сделано. Эталон ко всем, к сбытам, к сетям. Тарифы, я считаю, вообще в центральной части России, прям по кластерам, надо выровнять. Почему у нас в Брянске с Иваново должны быть разные тарифы на пиратчу электрической энергии, учитывая одну компанию Россети? Это же абсурд. Да, да. Абсурд. То есть должно быть, во-первых, как в железной дороге, мы должны связать одну страну едиными экономическими посылами. Почему в Брянске же зарплаты у нас настолько разнятся, в 300 раз и так далее, да, как я говорил. Вот это вот важная тема. И вот конкуренция будет. Не плохой, а собственник. Я дам сеть в аренду тому, кто в городе 100 рублей знает. Не могу, я не буду на этом бизнесе участвовать. Вот это конкуренция. А вторая конкуренция, бесспорно, если я обслуживаю, привлекаюсь, но тут должны быть конкурсные процедуры. Опять только не конкурсные процедуры, а подготовленные. Вот тут уже антимонопольная политика работает. 135-й закон, у них эти полномочия все. И закон, который касается по закупочной деятельности. Его надо исполнять. Тоже единая база должна быть. Из этой единой базы должны брать эти расходы в тарифообразование. И тогда все по-другому будет. И это не завтра. Это уже можно сегодня делать. Алексей, супер. И на этом мы пожелаем вам удачи и успеха в этом очень непростом, но очень нужном для нашей страны деле. Дорогие друзья, программа «Роста» подошла к концу. В гостях у нас был Алексей Малоземов. Вел передачу Василий Богданов. До новых встреч.